Звуки скрипки Ирина Ветрова приехала на полуостров из Казани. Путешественница со стажем. За 65 лет жизни объездила полмира. Впервые побывала в Крыму 15 лет назад и регулярно сюда возвращается. Крым, я считаю, даже в сравнении с французской Ницей, является Ницей России теперь. Очень приятен мне климат, именно субтрофический климат. В любое время года мы приезжали, Новый год встречались здесь несколько раз. Были в ноябре, в апреле, в мае, в июне. Многие туристы уверены, чтобы отдохнуть не обязательно ждать лета. Тем более, что осень в Крыму теплее, чем во многих регионах России. Мы с Урала, получается, за Уральскими горами. И у нас уже такая погода минус 8 градусов. Мы приехали из Владимира. Приехали просто подышать морским воздухом, потому что здесь тепло, у нас уже снег лежит. Вот. А здесь тепло, хорошо гуляем. Мне нравится больше по курортным городам ездить не в сезон. Так лучше можно изучить жителей, историю какую-то, вот архитектуру. Пока одни гуляют и греются, другие даже в ноябре смело купаются в море и фотографируются. Легко. Хоть в ноябре, хоть в декабре. Вода теплее, чем в Кирчи. Местные туристы, да. У нас степя, горы, это очень прикольно. И даже в конце осени туристы со всех уголков России продолжают приезжать на отдых. И ни один интернет-портал не подскажет им столько мест для посещения, сколько расскажут местные. Замечательный органный зал в Ливадии. Очень нравится туда ездить. Особенно по праздникам всяким, католическим, не только. В походы, на самом деле, вот если солнечный день. Съездить на Ай-Петри можно подняться, на Ласточкино-Гнездо съездить. Все работает, все функционирует, все. Не знаю, мне кажется, тот, кто хочет впечатлений, он всегда их найдет. Работают, да не все, пещеры на вершине Ай-Петри для туристов временно недоступны. А через несколько месяцев, когда сильно похолодает, и большую канатную дорогу закроют на ежегодную профилактику. А вот малая канатная дорога работает в любое время года. Можно подняться на высоту практически птичьего полета и полюбоваться и на горы, и на море, и на сам город. Вид отсюда открывается потрясающий. Не только природа, но и выставки, спектакли, концерты, а еще экскурсии в музеи и дворцы. Ялта готова встречать туристов круглый год. Татьяна Балыкина, Данил Захаров. Утро нового дня.